добрый день дорогие товарищи как вы обратили внимание я сижу за инструментом за роялем вот потому что иногда мне бывает гораздо проще объяснить звуками то есть сыграть нежели долгий упорно объяснять какой-то образ словами ну как вы понимаете музыка начинается там это известная истина где заканчиваются слова вот и речь пойдет собственно о чем речь идет пойдет о том самом форшлаге злополучном ускоренном который находится в каденция концерта грига в самом кульминационном месте то самое небольшое чуть-чуть который в искусстве как говорят решает все но приведу такой пример допустим я не знаю художник пишет картину картину красивой девушки у него все хорошо красивые волосы он находит замечательный задний фон у него красивые руки профиль но он никак не может найти последний мазок то есть художник ему надо понимать чтобы это девушки были живые настоящие глаза и вот он долго долго ищет вот то самое чуть-чуть понимаете наконец он находит и получается совершенно другой образ то есть портрет оживает я доступно объяснил то же самое в концерте грига если вы помните тот знаменитый форшлаг о котором я очень долго писал который играет замечательный совершенно гильдис а он примерно звучит так я конечно плохо играю причем потому что я этот концерт не играл сто лет и вообще меня больше играли ученики ну я просто в общем то есть гильдис этот форшлаг играет очень быстро стремительно я имею ввиду последняя нота пассажа она является форшлагом к аккорду и он преодолевает расстояние сколько тут раз два три в три октава это достаточно вообще сложное дело и смотрите у него получается тот самый вот художественный точный художественный образ такой знаете героический клич такой знаете ли вот призыв какой-то вот такой пламенный клич это я так фантазирую кроме того решается чисто техническая утилитарная задача и вообще этот форшлаг и сыграть быстро стремительно так как это делать гильдис очень сложно потому что такая вот утилитарная задача во первых надо попасть чисто на аккорды ну вот и зацепить успеть бас педалью зацепить вот как вы понимаете уже движение от форшлага к аккордам не по дуге идет а по горизонтали и успеть в воздухе найти позицию и наконец последнее по-настоящему с хорошим качеством взять аккорды чтобы они не стучали чтобы они были на насыщенные мощная и без стуга именно как раз то что получается у гильдиса конечно гораздо проще сыграть этот форшлаг медленно там уже получается вот то есть так вот как-то играли другие пианисты которых я показал на видео то есть они играют хорошо они играют очень действительно так патетически все но вот того самого настоящего как вот у гильдиса кроме того гильдис играет смотрите он дает шикарную ритмическую сетку я вот эту всю главную партию понимаете главная партия который в начале концерта собственно из которой строится каденция она идет вначале на пиано за вторым разом найдется за тактом он то же самое это идет в дома жоря вот это же самое идет в каденции но в каденции тоже в демонизированном в таком виде на 4 форта вот так по поводу гильдиса почему мне нравится как он играет почему считаешь я считаю что это наиболее верно потому что у нас действительно создает конкретный такой очень выпуклый художественный образ то есть он стремить он как настоящий виртуоз он стремительно он не боится преодолеть вот эту пропасть вот этот вот скачок понимаете он вот и как я уже говорил вот этот самая ритмическая сетка вот этот каркас вот эта перспектива вот всей этой главной партии такой знаете как вот призыв она 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 слышна она именно вот у него слышно вот во все эти каденции вместе вот с этими пассажами с забывающими у него вот получается что вся каденция приобретает очень такой компактный очень такой героический художественный образ ну собственно это вот как раз все что я хотел вам сказать извините что обошлось как говорят без драки до новых встреч все бай до свидания такービжисle институция